Здравствуйте! Вы смотрите программу Рецепты от ГРТ. Сегодня наша съемочная группа работает в Василия Кирсова и работать мы будем с девушкой, девушкой, молодой девушкой, от которой ключом бьет жизнь, которая жизнерадостная, которая радуется любым мелочам. Это Анна Златочина. Анна, добрый день! Добрый день, Лена! Анна у нас в последнее время работает фотографом, да? Да, в последнее время. В последнее время, это два года, да? Да, активно два года. Но фотоаппарат, конечно, раньше брала в руки, пыталась, пробовала, и мне это нравилось. Я понимала, что с каждым днем мне хочется это делать все больше и больше. Поэтому, когда я вышла в декрет, это как-то вот все перетекло в профессиональное русло. Так что вот так вот, девочки, не уходите в декрет, если вы не хотите по уши ввязаться в работу. Но при этом у вас есть высшее образование. Да, у меня есть высшее образование. Я экономист, работала аналитиком, кредитным экспертом, банковским клерком, как угодно называйте. И вы знаете, что эта профессия все-таки очень хороший старт для любого вида предпринимательства, потому что основу все-таки нужно знать, чтобы какое-то дело вести правильно. Можно многим чем заниматься, но, опять же, базы экономики, они важны. И я, наверное, приверженец, чтобы к этому уже приучали детей в школах. То есть этот предмет потихонечку так вводили в старших классах. Это очень важный предмет, который учат детей считать, не только детей, но и взрослых, конечно, в будущем считать. И распределять свои силы, возможности в будущем, не впадая в риски. Вот это совет был от нашей гости. Чуть позже мы будем говорить о ее увлечении, фотографиях. Анна, что мы сегодня будем готовить и чем мы будем удивлять наших телезрителей? Так как Новый год, стол должен у нас быть наполненным, ярким, необычным. Да, да. Ну, во-первых, необычное, может быть, это для кого-то не будет необычным, но для меня это сегодня блюдо, которое я буду готовить первый раз вместе с вами, мы рискнем. Да. И, во-вторых, это очень простые блюда, потому что я, в принципе, в жизни не очень люблю все усложнять. И на кухне я максимум 15-20 минут нахожусь. Я люблю готовить, мне нравится, мне вечно не хватает времени. Поэтому сегодня у нас будет облепиховый чай. Хотя его облепиховым сложно назвать, потому что там прям ягодный микс, ягодно-фруктовый микс. У нас там красная смородина, облепиха. Я заранее сделала заготовочки, чтобы много времени не теряли. Так, тут красная смородина, облепиха и апельсин. И сейчас мы еще можем добавить немножко лимончика и айвы. А, кстати, мяту можно тоже. Ну, опять же, на любителей, если ты Лену любишь, мы можем добавить мяту. Это даже можно его назвать зимний чай, да? Да, обязательно. Это исключительно зимний чай, потому что тут просто бомбический такой... Витаминный состав. Витаминный состав, да, который поможет нам бороться с вирусными болезнями. Тут много... Ну, в принципе, это все продукты, антиоксиданты, которые помогают нам с преждевременными раковыми клетками тоже бороться. Поэтому я, наверное, даже летом бы рекомендовала холодными его пить. Будет тоже очень классный такой напиток. Ну, и для любителей приятных вечеров можно добавить горячительных напитков туда в тот же состав. И будет приятный вечер, легкий, расслабленный вечерок. Расслабленный точно. Так, следующее, что мы будем готовить? Следующее мы приготовим нашу десерт из нашего детства. Это картошка. Но мы ее немножко прокачаем. Сделаем из нее такой зимний тоже десерт. Шишки. Шишки новогодние, да, из хлопьев. У нас тоже вот есть шоколадные хлопья. Это будет печенье, я тоже заранее подготовила, истолочила. Вот это у нас обычное топленое молоко, печенька. Запеченные грецкие орехи, сгущенное молоко и какао. Все это мы перемешаем. Тут уже, да, а, и сливочное масло, забыла упомянуть. Тут сливочное масло, истолоченные печеньки, грецкий орех уже тут в заготовке. Так, хорошо. Мы еще помешаем с какао, и уже будем формировать нашу картошку. Дальше мы сделаем рулетики из форельки, авокадо и сырного крема. И вторую вариацию мы подготовим из крабовых палочек, яиц и тоже сырный крем. А и огурчика добавим для свежести. Я люблю вообще зелень, мне очень нравится. Мы еще руколу добавим, тоже на любителя, если ты любишь, конечно. В принципе, все, очень просто, начнем готовить. А икру для чего? А икру мы будем украшать сверху тоже, вот это на варианте с форелькой мы сделаем. Угу. Ну, в общем, новогоднее настроение, чтобы было у всех. Да, да, обязательно. Ну и у нас в том числе. Да, конечно. Да? Запариваем? Да, кто-то вот прям на ночь запаривает, чтобы она настояла. Я люблю, ну, сразу. Получается, я забыла упомянуть, я еще медом их залила, две ложки меда, чтобы без сахара, что прям совсем полезно. Сейчас мы раздавим. Кто-то это блендером делает, но я вот прям такую кашу пюреобразную я не очень люблю, поэтому мы просто сок извлекем, извлечем. Извлечем, да. Да, Софья Левстеревна. Добрый вечер, здравствуйте. Я все так же говорю с ошибками. Софья Левстеревна – это моя первая учительница, очень сильный педагог. Я очень рада, что мой сын тоже попал к ней, потому что он у меня немножко лентяй, но она из всех делает, у нее нету слабых детей, у нее все ударники отличненькие. Это вот ее прям кредо жизни. Учатся все. Я тоже могу ей передать привет. Не так давно мы с ней готовили. А, да? Да, мы с ней готовили. Привет вам. Да. И вашему сыну Николаю, хирургу, тоже привет. Очень интересная личность, да. Так, ну, сейчас мы на салфетку что-то выложим. И зальем кипяточком. И пока мы будем готовить следующее, да, она настроится. Сколько минут вот должно оно наставиться? Ну, минут 10-15, думаю, достаточно, в принципе. Сейчас вот так мы-то ей дадим побежать. Ой, Лен, давай мне немножко лимончика подготовь. Дорками нарезать как? Да, вот ломтиками так. И тоже мы туда. О, уже пошел аромат. Сейчас мятами туда еще готовим. Опускаю? Да. Еще? Ну, я думаю, достаточно, чтобы не перебивать нам облепиху. Хорошо. Так, это мы откладываем. На картошечку вот эту тару. Мы к нему еще вернемся. Так, следующее. Следующее, начинаем готовить наши рулетики из форельки. Да, да. Давай ты мне подготовишь лаваш. Что я должна сделать с ним? Давай посмотрим. Нам должно хватить, тут, в принципе, сколько у нас? Три листа. Делаем два. Один лист. Ты будешь намазывать сырным кремом. Сейчас тебе передаю ложечку. Получается, весь лист лаваша или половина? Как? Нет, давай весь мы намажем. Давай. Я люблю, когда сочненько. Так, это мы тоже отложим. Пока. А я подготовлю форель. Пока ты будешь готовить форель, мы с тобой будем общаться. Хорошо? Давай. Аня, как ты поняла, что фотография это то, чем ты хочешь заниматься? Что фотоаппарат это именно тот инструмент, который ты хочешь держать в боках. И, собственно, радовать людей? Ну, это как-то, я даже не знаю, с рождения она всегда присутствовала. Это желание. Потому что у меня папа, когда попал на морфлоп, если честно, я не знаю, как ему в руки попал фотоаппарат. У него очень много фотографий черно-белых. То есть он там был их постоянным фотографом, репортажником. И фотографии были такие очень интересные, живые. Если другие дети там рассматривали книжки, ну, я не знаю, мультики смотрели, я часами могла рассматривать его фотографии, сделанные вот на флоту. Очень интересные, живые такие. И этот фотоаппарат, он тоже у него на полке постоянно присутствовал. И когда у нас там какие-то праздники проходили, он тоже был нашим штатным фотографом. Он не был профессиональным фотографом, но он был любителем. Ему нравилось, да, очень. Я вот сейчас понимаю, насколько это было сложно, потому что, в принципе, ну, пленка была ограничена по количествам кадров. Ты не видел, что ты снимаешь. И не знаю, его вряд ли кто-то учил, может быть, кто-то посоветовал. Но все это к нему приходило с опытом, и я видела, что вот сейчас я это понимаю. Фотографии не пересвечены по экспозиции, по кадрированию. Очень все правильно было сделано. То есть это было на интуитивном уровне. И, наверное, все-таки я так думаю, что таланты тоже наследственно передаются. И вот как-то меня всегда тянуло, и первое, что я сделала, я разобрала патент-фотоаппарат. Просто взяла и разобрала? Да, я разобрала. А с какой целью? А я хотела понять, как он работает, что-то еще. Вот. Конечно, папа разозлился, но быстро все у него там прошло. Мама, наверное, больше... Что? Собрали его в итоге? Нет, конечно, там было невозможно собрать его. Да. Ну, вот и периодически у нас какие-то фотоаппараты в доме появлялись. Все с течением времени они совершенствовались. Это были мыльницы. Вот мой первый фотоаппарат. Это была обычная мыльница по наследству. Сейчас выкладываем рыбку перед дочком. Так. И таким образом и наши навыки тоже эволюционировали. Давай, тогда ты выкладывай. Давай. А я буду вырезать авокадо. Давай. Мы только один ряд выкладываем. Вот такой, да? Потом, когда я уже была подростком, в 12-м классе, я заканчивала, я попросила у мамы наконец-то уже заполучить профессиональный фотоаппарат. Это, полагаю, я правильно делаю, да? Нет. Что мы делаем? Почись мне тоже, пожалуйста, один. И мама подарила мне полупрофессиональный фотоаппарат. Ну, на тот мне момент казалось, что он прям профессиональный, он суперкрутой. Ну, это первые цифровые фотоаппараты. И сниматься стали все у нас. Все соседи снимались. У нас там пошли кошечки, собачки, цветочки. В общем, было тонны мусора, как я сейчас понимаю. Она, кстати, до сих пор не разобрана. Она просто где-то там на жестком диске на компьютере хранится. И я вот все надеюсь, что когда-нибудь мне хватит времени это все пересмотреть. И это, ты сама знаешь, как это весело. Конечно. Когда ты этот архив открываешь в 10-летней давности. Там уже 20-летней, можно сказать, давности. Поэтому интересно фотографии. Это очень интересно. Потом, когда я вышла в декрет, ну, я вышла замуж, вышла в декрет. Я понимала, что на свою работу обратно мне будет сложно вернуться. В том плане, что детки маленькие болеют. А это такая профессия, когда нужно быть всегда на работе. То есть с 8 до 5 ты привязан к этому графику. Да, согласна. Ты можешь, конечно, брать больничный, там, все что угодно. Ты можешь брать. Но мне казалось это несерьезным. И поэтому я решила, что мне нужен обязательно гибкий график. График, где я буду сама это все регулировать. Когда мне работать, когда мне выходить. И я сказала, может, что я хочу заняться фотографиями. Что он ответил? Давай, дерзай, без проблем. Мы тебя поддержим. Хотя мне казалось, что это тоже несерьезно. И, возможно, засмеют меня там где-то. Ну, ничего, поддержали. Я пошла на курсы. И, конечно, мне казалось, что я уже неплохо снимаю. Но это было не так. Потому что, когда я пошла, мне мой куратор сказал, что так, руки обрезаны, колени обрезаны. То есть есть такие моменты, правила фотографии. Это не просто взял, снял. Там тоже есть свои правила. Есть технические моменты, настройки фотоаппарата. Поэтому всему тоже нужно обязательно учиться. Если ты хочешь двигаться, ты должен это все узнавать, работать над своими ошибками и так далее. Композиция, свет – это тоже наука. И достаточно серьезная наука. Поэтому я, кстати, тоже сейчас пройду второй и третий курс. Я буду учиться, и буду учиться каждый раз, потому что техника не стоит на месте. Ну да. Да. Так, сейчас мы его наделаем. Давай мы еще, знаешь, что укропчика сюда тоже... А, нет, рукаву. Рукаву мы сюда добавим. Ты можешь ее нарезать, да. Только мне нужно просто. Давай, сейчас мы тебе досочку даем. Так, а как мы это сделаем? Я думаю, там оставить его лучше. Давай, давай. Ну, сейчас мы затворим. Так, помещаешься ты тут? Да, да. Потому что я маленькая, я вмещаю. Нарезаем мелко или крупно? Да, можно крупно все равно. Да, мы потом их будем разрезать, эти рулетики. Так, любителям поострее можно поперчить авокадо, кто любит. Поперчите черным перчиком? Да, 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 да. Попробуем. Сегодня от клиента есть отбой? Имеешь в виду... Да, знаешь, даже я не успеваю. Да и не только я. Вообще, в принципе, спрос на фотографию очень большой. Я тебе скажу, что за последние два года прям, ну и фотографов стало больше. Ребят взяли фотоаппарат и стали снимать. Я вообще считаю, что если ты хорошо работаешь, ты ответственный, ты вежливый. У тебя всегда будут клиенты. Поэтому вот этот вот какой-то соревновательный дух, наверное, у меня не присутствует. Я просто работаю над собой. Если я там вижу, что... Ну, как экономист я это так рассматриваю. Нет спроса, значит, ты делаешь такое неправильное. Да, да, обязательно. Ты должен найти эти свои ошибки и исправить, чтобы у тебя в дальнейшем шла работа нормальная. Так, ну, в принципе, наш первый рулетик готов. Ты можешь, Лена, его нарезать. Да, мы. Да. А мы приступим ко второму. Давай, я тебе его передам вот так вот. Куда я буду выкладывать? Сейчас я тебе дам тарелочку. На какие дольки? Вот эти края мы... Сейчас обрежем. Да, сейчас мы... Ну, примерно вот так вот. Наверное, вот этот нож тебе... Ну, вот, примерно, наверное, вот так вот. И мы их будем выкладывать стоя. Так-ка. Чтобы было видно. Да. Вот так вот. Вот это нужно. Я начну готовить второй. Ну, для начала мы нарежем крабовую. Сверху ты можешь украсить икрой. Я чуть-чуть клюк от второму. Сейчас мы подготовим крабовые палочки. Яйца нарежем. Угу. Так. Давай, ты будешь резать крабовую. Я яйца, чтобы это было быстрее. Ну, давай. Можно вопрос задать? Давай. Вот эта вот профессия фотографа, ты бы кому-то посоветовала ее? Стойчивая профессия? В сегодняшнее наше время. Почему? Ну, потому что я сейчас нахожусь в таком состоянии... В каком состоянии? Ну, наверное, каждый фотограф, кто-то сюда приходит, эмоционального перегорания. Потому что, когда ты интенсивно это работаешь, работаешь, ты на таком драйве, ты это все видишь. У тебя пошли заказы, много клиентов, ночами не спишь, ты то снимаешь, ты обрабатываешь, и это... Это настолько затягивает, тебе это все нравится, очень нравится, но эмоционально и физически ты устаешь от того, что... Ты не отдыхаешь. Где-то ты неправильно распределил время, да, потому что отдых тоже нужно планировать. Меняемся до сих пор. Отдых обязательно нужно планировать. А когда ты новичок, и ты только начинаешь, тебе кажется, что я и тут успею, и там смогу. Нет, это так не работает. Ты где-то вот на... даже, наверное, к концу первого года ты понимаешь, что все, я не могу. Еще немножко, я сдохну. Поэтому совет новичкам, если вы все-таки решились отдыхать, планируете отдых тоже, помимо заказов. Да, приходится отказывать, приходится отказывать и друзьям, и знакомым, но в дальнейшем это вам сыграет хорошую услугу, и вы будете в ресурсе, будете работать и видеть это намного лучше, и продуктивнее будете работать. Поэтому советую ли я эту профессию, да, конечно, однозначно, нет плохих профессий. Просто нужно ко всему относиться немножко с умом, с ответственностью. И не забывайте о себе. И не забывайте о себе, да, обязательно. Сто процентов. Ань, как мы нарезаем вот эти вот... Соломки, соломки нам нарезаем, чтобы было легче выкладывать. Да, просто вот так вот. И она, по идее, должна... Там волокна должны раскрыться сами. То есть вот так вот, да? Там сами. Вот так? Да, да, да. Ну, тонко, да? Да. Хорошо, договорились. Не могу не задать вопрос. Да. Как фотограф находит именно тот кадр, именно ловит именно тот момент? Ну, я тебе скажу, что не каждый фотограф, даже если он будет называться хорошим, то есть если у него будут получаться хорошие снимки, всегда может поймать кадр. Мне, например, когда я начинала, мне казалось, что я неплохой репортажник в компании. Ну, я начинала снимать своих детей. И в основном эти моменты они как формировались? То есть бежит ребенок, сел ребенок, ест ребенок. Ты его снимаешь в процессе, тебе приходится его ловить. Когда это происходило со взрослыми, я понимала, что я не знаю, что снимать, что делать. То есть у взрослых эмоции, они не такие яркие, они более сдержанные. И вот на свадьбах, например, я поняла, что мне сложно. Это не мое. Мне, ну вот когда там прогулочки, более романтичные какие-то моменты еще, да. А так почему-то сложно мне считывать. Поэтому вот детей мне легко снимать, и портреты мне легко снимать. Постановочный фэшн мне нравится очень. Это, наверное, то, куда я уйду сейчас. Вообще для фотографа лучше сразу определиться, что вы будете снимать. Потому что браться за все, это самоубийство. Это сложно, очень сложно. Поэтому знать, какой кадр снять, это уже, опять же, идет от твоих, наверное, каких-то эмоциональных предрасположенностей, внутреннего твоего мира. Если ты романтичная натура, то ты с удовольствием будешь снимать парочек. А если ты такой импульсивный, молодой, энергичный, то, скорее всего, это фэшн. Я так думаю. Если ты молодая мама, то, естественно, это съемки неудорных, маленьких детей. Ну да. Ну и так далее. А имеет ли значение, какое настроение у фотографа? Обязательно. То есть, если он сегодня пришел на фотосессию, ну, скажем так, без настроения, или кто-то ему подгадил его? К сожалению, да. Бывает и такое, конечно. Фотография не получится? Она получится технически. Если фотограф давно работает, все равно это снимается технически. То есть, ты смотришь руки в кадре, ноги в кадре, ничего не обрезать. Уже выработаны какие-то модели и постановка моделей, и ты знаешь, куда там по свету их поставить. Получится. Но когда ты в ресурсе, когда ты на драйве, то, конечно, вообще другие съемки. К сожалению, вот именно поэтому фотографов должен отдыхать. Потому что он должен выжать максимум из того, что он снимает. Так, что нам еще нужно? На курчик, да? Сколько нужно времени для того, чтобы фотограф, ну, в частности, скажем, ты отдохнул, набрался новых сил, зарядился и пришел на фотосессию с, ну, если не с улыбкой, то хотя бы с хорошим настроением. Я не знаю, я как начала, практически не отдыхала. Ну, наверное, обычных выходных, как у всех людей, с работы в воскресенье, это более чем достаточно. Даже одного дня, вот без проведения, не знаю, компьютера, либо съемок тоже, наверное, достаточно. Просто у фотографа это как-то, ну, он стоп, происходит. И максимум, что они себе позволяют, это может быть неделя летом, неделя зимой куда-нибудь уехать. Потому что когда ты находишься дома, все равно у тебя руки привязаны, ну, так вот, фотоаппарат. Согласна, полностью. Да, это надо просто взять, все оставлять и уезжать. По-другому не получается. Ну, хорошо, ты говоришь, что очень много времени ты уделяешь своей любимой работе. Да. На семью остается время? Ну, к сожалению, в последнее время очень мало. Потому что мама у ребят амбициозная. Она мало то, что взяла в эту аппарату, но решила открыть еще стойки. Мало, мало было проблем. Да, но когда я открывала студию, я решила, что я ухожу с мероприятия, чтобы хотя бы дома ночевать. Потому что весь день я до глубокого вечера ее провожу на съемках. Либо в студии, либо на выездных сессиях. И этот год, кстати, я решила посвятить своей семье и брать минимум работы. В основном работать тут администратором, курируем. Потому что все-таки это становление бизнеса. И надо молодых фотографов тоже стать куратором. Может быть, даже на добрых началах помогать. Да, я хочу немножко уступить в свое место. То есть ты уже не причисляешь себя к молодым начинающим фотографам. Ты уже считаешь, что ты уже с опытом, да? Да, я взяла на себя такую смелость. И считаю, что да, два года активной работы, можно сказать, что это опыт. По крайней мере, для старта, для базы передать молодым фотографам опыта достаточно. Поэтому, да, я хочу их подсадить на студийную съемку. Ну, я смотрю, молодежи нравятся, приходят, спрос есть. Что мы первое кладем на лист? Без разницы. Не имеет значения. Не имеет значения. Выкладываем рядочками тоже огурец. Вот так вот? Или вот так? Да, вот так вот. Так, да? Да. Я правильно поняла? Да, да. Окей. Потом огурчик, яйца. Угу. Так, я сейчас попробую сформировать эту картошку. Здесь не получится. Ага. Получается? Сладости. Сейчас мы еще сгущенки добавим. Кто-то добавляет сахар. Мне нравится сгущенка. Я смотрю, ты к сахару очень спокойно относишься. Там в чай положила мед. Да. Да. Я нормально. Я все жду, когда, знаешь, наверное, где-то аукнется. Ну, мы все так, наверное, лечимся. Вернее, бережем свой организм. А ну, скажи мне, пожалуйста, вот у нас огурец. Нет, нет. А как? Теперь вот так вот. Ага. Чтобы мы могли закрутить. Закрутить. Поняла. Ну, ставим весь огурец, да? Нет, не обязательно. Но могу второй ряд продолжить? Да, да. Хорошо. Какое время года тебе больше импонирует? Ну, это я не люблю, прям, ну, не то, что не люблю. Я очень тяжело переношу жару. Я не люблю жару. Зиму я тоже начинается. Ну, начинается. Ну, конечно, я не люблю уколов. Да, да, да. Что еще вам не нравится, девушка? Нет, я, в принципе, к любому времени года очень хорошо отношусь. Осень, я люблю очень раннюю осень и позднюю весну. То есть это та температура, когда мне максимально комфортная. В осень я люблю похандрить. То есть там летом активно-активно бежишь, бежишь, бежишь. А тут уже вот истывай, дождик. Мне нравится. Вот мое состояние такое. Когда немножко твой темп, погода замедляет. И ты можешь подумать о чем-то. А весну я люблю. Это уже пробуждение после зимы, когда ты сидел, сидел, что-то там уже наел. И думаешь, чем заняться весной, когда солнышко выходит, тепло. У тебя куча идей, куча планов. И летом ты начинаешь просто это все реализовывать. То есть получается, коль ты лето-зиму не любишь, летом ты на море не едешь. И зимой в горы не идешь. Не едешь. Еду я и туда, и сюда. Вот так вот, да, значит? Просто в последнее время не очень получается. Но я еду. С удовольствием, конечно. И на лыжах покатаюсь. Попытаюсь, хотя я плавать не умею, но воду я люблю. А могу я вот сюда ставить их? Да. Так, так. Сейчас мы добавим еще какао, потому что слишком яско. Очень люблю ее формировать. Ты сказала, что ты не очень любишь готовить. Кто готовит дома? Наверное, дети. Да? Нет, я готовлю на это блюдо очень-очень быстрое. И слава богу, у меня муж и дети у меня очень привлечены. У меня очень выручают родители. У нас мужа, мама, все-таки выручаются. Ну, очень любят готовить. Просто обожаю это. И это каждый вечер. И я, собственно, почему и перестала готовить. Это каждый вечер уже. Мой муж с бандрольтами приезжает из села передачки. Постоянно вытащил. Это вот национальное блюдо. Она очень хорошо именно по национальным блюдам у нас. Поэтому кому готовить? Если в еды и так, вау, да? Да, да. А мне и надо. Фотографу это и надо. Ну, так, в принципе, мне нравится готовить. Единственное, что опять же по национальным блюдам я там прям полный профан. Я знаю, как их готовить, но технически, что, зачем я это понимаю. Она сама никогда не готовила. В холодец. Угу. Угу. Ну, я думаю, что придет и мой черед. Когда ты станешь свекровью, тогда ты и будешь готовить. Да, скорее всего, да. Я буду формировать, а ты уже будешь хлопьями фимитировать нашим шелухом. Делаем такую шишечку. И чтобы тебе было удобнее, наверное, можно ножичком вот просто затыкивать место. А, делать с ним место, так получается? Да, да. И мы просто вот делаем имитацию. Эта идея должна получиться красиво. Повторюсь, я сама никогда не делала. Но вот я... Я люблю этот десерт картошка, но вот я видела, что можно сделать вот так вот. Угу. Празднично. Знаешь, оно и мягкое, да. Да, нужно и без ножа работать. Сейчас я тоже подключусь. Угу. Если тебе сегодня предложат высокооплачиваемую работу в банке. Ты так меня и хочешь. Нет, мне просто интересно. Мне просто интересно. В банке? Оставишь ли это дело? Нет. В лечении? В банке точно нет. А где, да? Ну, это должно быть что-то новое, чего я вообще никогда не пробовала. И я вообще вот недавно ословила себя на мысли, что я, наверное, никогда бы не смогла работать на одной профессии, как на одной работе всю жизнь. То есть похвалиться, что я 40 лет работала в библиотекаре или там учитель, это вообще не при меня. У меня картинка, у меня постоянно все должно меняться. Я как быстрая река, мне нужно движение. И вот я часто сетую на то, что у меня нет времени, я устала, мне все надоело, почему у меня такая суетливая жизнь. А другой и не будет, потому что я, в принципе, такая, натура, все идет от человека. То есть как у тебя устроишь, так у тебя и будет. И я вот хочу немножко научиться размеренности, но я не знаю, как это сделать. И честно, я не знаю. Даже в декрете мне не сиделось, я постоянно что-то там додумывала. Я даже начинала шить бортики, эти вертушки, как они называются, с игрушечками над кроваткой. Потом мы делали альбомы с подружкой, именные. Постоянно я чем-то занималась, чем-то увлекалась. Шитье, кстати, это вторая моя страсть, мне очень нравится. Тоже никто меня никогда не учил, но мне мама очень хорошо шьет, бабушка очень хорошо шила. То есть они такие рукодельницы. Поэтому ты творческая личность. Да. И сидеть в банке – это не твое. Хотя мне считать тоже неплохо получается. Физика мне очень нравилась в школе, прям очень нравилась. Научные исследования, наверное, тоже бы меня какие-то заплетли. Мне очень нравится читать историю с Теслой про открытие, про то, как пытались, как это, поймать, поймать и запереть молнию. Говорят же, что можно как выгодный источник энергии. У нас сейчас проблемы, кризис. Энерги-кризис по всему миру. Эта тема стала очень актуальна. Ты знаешь, мне кажется, что это скоро произойдет. Потому что человечество уже настолько исчерпало недра Земли, что надо что-то выдумывать. Осталось совсем малость, да? Да, да, в принципе. Похожи же на шишки, правильно? Конечно, похоже. Добавим снега? Добавим снега, конечно. Добавим снега. Смотри, я забыла суперничек. Ну, так тоже ничего. Да, очень даже хорошо. Слушай, смотри, какой красивый у нас праздничный снег. Прям новогодний. Хоть на улице снега нет? Я бы даже сюда, наверное, добавила кусочек мороженого. Тоже мне кажется, будет неплохо. Девушка. Я понимаю, что ваш муж делает вам комплименты. Но не забываемся. Так. Ну что ли? Ну что, наши три блюда готовы? Сейчас, подождите, пожалуйста, девушка. Сразу дайте шампанское ей. Наши три блюда готовы. Уважаемые телезрители, если вы хотите приготовить у себя вот эти вот наши три новогодних блюда, скажем, да? Да, берите ручку в листок и записывайте. Для приготовления зимнего чая вам понадобится облепиха, мед, апельсин, лимон, мята, смородина. Для приготовления сладкой картошки вам понадобится какао, хлопья, сливочное масло, печенье, грецкий орех, сгущенное молоко. Для приготовления рулетиков вам понадобится лаваш, авокадо, форель, сырный крем, крабовые палочки, огурец, яйцо. И теперь самое последнее, самая малость, которую мы обязательно должны исполнить, это открыть шампанское и спить его, так как Новый год. Так как... Градиент очень важный, новогодний. Сто процентов. Без него никак. Ну что, пробуем, да? Давай попробуем, я надеюсь, ты меня не искупаешь, шампанское. О, как красиво. Прям по-новогоднему, да? Давай. Опа, я все понимаю, но... Ой, смотри, как классно. Птичка-птичка. Ой. И какой Новый год без бенгальского огонька? Держи, пожалуйста. Девушки с огоньком. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие телезрители. Желаю вам всего самого наилучшего, но самое главное это здоровье, конечно же, потому что оно так актуально было у нас в последние годы. Анна, что для вас есть счастье? Счастье для меня, конечно же, в первую очередь это моя семья, чтобы все мы были здоровы, чтобы мы почаще время вместе проводили. Друзья, родственники, чтобы у нас была возможность работать и была возможность отдыхать. Вам всем, друзья мои, тоже всего хорошего, берегите себя и не забывайте, что все, что не делаете, даже если вам сегодня очень плохо, обязательно завтра будет хорошо. Верьте, верьте, что все будет хорошо у нас. Уважаемые телезрители, сейчас, подождите, пожалуйста, уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Рецепт от ГРТ». Сегодня наша съемочная группа работала в селе Кирсова и нас с удовольствием приняла у себя в гостях, как она сказала, как она считает уже опытный фотограф Аня Златовчина. Обращайтесь. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!